Надеемся, что там не забыли поменять настройки. Надеемся, что он будет спауниться исключительно на том месте, где мы его ожидаем увидеть. Ребят, финал УЗРОВ, финал нижней сетки, если вам так будет удобнее. Empire против Cloud9, опять-таки, первый раз они будут играть друг с другом здесь на лане в Йончопинге. Последний день турнира, последний день, скажем так, первого этапа летних турниров. То есть у нас по команду турниров шел такой ВПЦ, потом The Summit, тут DreamHack. После DreamHack будет у нас двухнедельная пауза и потом будет уже ESL International. То есть опять-таки месяц Доты подряд. Но вот сегодня последний день такой активной фазы летнего погибания за просмотром Доты. Так что еще немножечко потерпите. Best of 3 матч нас сейчас ждет. А потом еще всего лишь 3 недели Интернешнала? Это уже будет потом, и это уже не важно. И это будет круто. Это будет потом. Будем надеяться. Давайте лучше смотреть сейчас Cloud9 Empire. Про Интернешнл мне аж вспоминать не хочется. Это же 3 недели добра, счастья, радость. Безудержного веселья. Безудержного веселья, невыспанных ночей. Ну, в принципе, люди, которые смотрят сейчас футбол, они понимают, что это такое. Сейчас ночами не спать потом. На Интернешнле ночами не спать. Все нормально. Переходите на американское время, не парьтесь. Ну, вот он пик. Действительно. Висп сразу. Там Амаз против Гнимш. Да, на подходе в Хардстоуне. Играют сейчас Na'Vi против Epsilon. Хеллрайзерс будет играть с Нипами потом. Короче, на Дримхаке тут жесть начинается. Короче, тут матчи просто грязь. Просто начинается жесть. Полная-полная жесть. Так вот, сейчас что у нас тут по сеточкам. Да, Рейнат против RDU будет играть совсем скоро. Да, мы вам, как всегда, рассказываем вам то, что происходит на параллельных турнирах. Скоро тут StarCraft продолжится, читать финалы. Слава богу, их пока нету, поэтому у нас еще более-менее тихо здесь. Там еще не начался трэш какой-то. Начался, да. Угар из Адамия. Десятичасовой вот этот вот Making Bacon Pancakes. Это... Да, забей, он час, наверное, играл. Это просто ужас. Включите, вот просто включите. Пойдите на YouTube и вбейте Making Bacon Pancakes. Боже, мне даже выговорить тяжело Making Bacon Pancakes. Так вот, StarCraft скоро вернется. КС, полуфиналы идут. Две наших команды в полуфиналах, две украинских команды в полуфиналах. Ну, это жесть. Украинский финал на этом, это будет жесть просто. На DreamHack'е. Не, ну, я думаю, это все, это... Это должно, надо, надо, надо. Это просто профит будет какой-то, а. И Empire выигрывает Dota, прикинь. И все, и мы с тобой уходим, вывалив то самое. Да, да, да. Бывает. Прямо проходя по всему DreamHack'у, я думаю, уже можно будет не стесняться. Где-то тут были еще люди наши, так что нас немного, но мы в тельняшках. Doom Tide. Ну и Gyrocopter. Любимый Gyrocopter от команды Empire. Вопрос в том, что они будут добирать до Gyro. Вот, кстати, бан, смотри какой, Андрей. Где что? Минус Silencer. Кстати, в отличие от Cloud9, которые сидели здесь задротили с самого утра, Empire после своего матча отказались играть на Ability Draft, но их можно понять. Они поехали в город, который тут находится в нескольких километрах, покушать супа. Ты так сказал в нескольких километрах? Так и есть, 2 километра до центра. Ну тут на автобусе минуту проехаться. Ну на автобусе, 35 крон на автобусе проехаться за не минуту. Прошу заметить, 35 крон это сколько, подожди? Гривен 50. Ну, не, больше. Ну, 50 гривен где-то. Нет, 35 крон это 3,5 евро, считай, это 4 евро. 9 крон это 1 евро. Ну, это 4 евро. А 4 евро в гривнах это чуть побольше, чем 50. Ну, ладно, ну 60. Ну, 60 гривен, да. В одну сторону, прошу заметить. Отличный общественный транспорт. Да, общественный транспорт чудесный просто. Не, он типа чудесный, но очень дорогой. Он реально очень дорогой. Да, это понятно. Поэтому у них тут нету в автобусах кучи бабок, которые непонятно куда едут постоянно и так далее. С луком. С луком, да, или просто с какими-то баулами. Зарабанили Кунку, Team Empire, и Кунка в зале теперь расстроился. Там как раз камера порой захватывала. Да, наших ребят. Сидят наши ребята, да. Templar, Ка и Кунка, это наши знакомые. Расскажи про конкурс косплея, они тебя жаловались, засудили их, да? Короче, да, они приходят, говорят, там, короче, одни лолеры. Говорят, ну это полбеды. Судьи, жюри, сидят тоже в костюмах косплея Лола. Говорят, и что нам делать? А не двое только то там. И стоит Templar, Ка и Кунка, да, 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 да. Говорят, и как вообще это называется? Короче, засудили наших на косплей тургении. Я считаю, что тут все, все куплено. Это понятно. Похлеще, чем вот на чемпионате мира. Риоты заплатили, вот на чемпионате мира по футболу вообще все куплено. Там вообще все куплено, там вот эти судьи, это просто грязь. Ну а тут тем более, да. А тут еще более очевидно. Ну это действительно нечестно и вот просто-просто вообще забей. Просто нечестно. Надо у нас устроить чемпионат по косплею и засудить всех лолеров. Правильно, отличный план. На зло, на зло гримхак. Пригласить главное побольше лолеров и засудить всех, сказать, что вообще не очень. Засудить и так далее. Ну что, в бан улетает также Бэтрайдер. Бэтрайдер, Бэтрайдер доживает. Четвертым, да. Четвертый бан. Как? Ну, учитывая то, что Эмпайр достаточно сильно любит этого персонажа. Но мы видим, что вот все-таки Висп Гирокоптер для них получше заходит. По приоритетнее. Опять этот Тайтхантер и Нигба. Что за новомодные пики? Ну, а просто понимают сейчас Клауд Найн, что Сайленсер находится в бане. И что вроде как. Но никто не помешает вкастовать, по сути. Да, никто не помешает вкастовать. Но вот один маленький вопрос. Имперцы, во-первых, будут ли забирать сейчас Рубена? Это вопрос номер раз. Во-вторых, блин, вот Рубена или Лича? Лич, в принципе, хорошая штука. Учитывая то, что Нигба придется сбивать через БКБшечку чем-то Блэкхолл. Скорее всего-таки Лич будет. У тебя там, кстати, что-то щелкает. Да, я слышу, что-то у меня щелкает. Это очень странно. А, это не у меня щелкает. Можно камеру сейчас включить на секунду, ребят? Экстримчик, если ты меня слышишь, включи камеру. Только не так, да. Это у факера щелкает. Я вот уверен. А ну-ка. Нет, это вот. Да, это у факера. У факера. А у кого же? Факер тут зашел. Пырь. Этот факер, короче, человек-дно. Он и есть человек-дно. Просто. Дно-дно. Зашел тут мне на компьютер, запустил свой ВКонтакт и пишут ему его друзьяшки. Бессовестный, бессовестный факер. Бэйн от Cloud9. Ну, опять-таки, у Empire есть, да и у Cloud9 есть уже основной такой, как мы любим говорить, основной лейтмотив пика. То есть понятно, к чему они ведут. Да, ну вот, блин. Бэйн, это, конечно, очень хорошо. Вообще, у Cloud9 мощные герои. Именно в плане драки. Пока что не хватает керри и, как следствие, будет не хватать урона иногда. Ну, доберут. То есть, понятное дело. Ну, хотя, это может быть опять-таки, как вчера против Альянс. Вчерашние попытки против Альянс, которая закончилась в 0.18. Там был керри Тайтхантер, если вы забыли. Да, я поздравляю с таким выбором. Тернал Энви и немножечко с контакт не пошло. Ну, что, имперцам остается надеяться только на что? На то, что они смогут быстро себе поднаформить парочку Блэк Кинг Баров. Либо взять героя, который ему не особо нужен, если вы понимаете, о чем я. Нет, мы не понимаем, о чем ты. Эх, вы, салаги. Так, Клакверк сначала для мага. Ну, ладно. В принципе, тот герой, про которого я говорю, да, он не особо сюда вписывается. Я вообще уделен, куда делся наш любимый лайфстиллер? Магнус. Магнус. Что Магнус? Магнус. Магнус. Империи. На кой будем Магнус? Не, типа под Гирокоптер более-менее Нордок, кстати, подойдет. Так что... И под Клакверка вообще. Да, может быть, мы его сейчас и увидим в бане от Клаудна. Взбивает всем все. Потому что обычно... Магнус же Энигми сбивает Блэкхол, если она в БКБ РПшкой? Да, если он не в Блэкхоле, то он сбивает. Но подожди, если он рядом стоит, там же АОЕ у него больше, чем у Блэкхола, или меньше РПшки? Нет? Ну, приблизительно хотя бы. Да, почти. Да ладно, а вдруг он краешком достанет? Да что ты такой? Короче, не верите. Короче, если он только за спину прыгнет, то он может и собьет. Вот нам стату подсказывают взглянуть. Ну, нормальная статистика. Три матча, три победы. Короче, Магнус должен сбивать Энигми как-то Блэкхол. Да, он пока забанили, империи забанили. Но автобусом он может въехать. Но он может в Блэкхол именно въехать. Не, я понимаю, а как-то на краешке Блэкхолов кастовать РП и все, и сбить. Круто. Дайди в жопу, короче. Не верю. Не веришь ты в чудеса. Не верю. А я верю в чудеса. Я верю, что сейчас будет Магнус. Не, ну он там может быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вообще пошли во все тяжкие сейчас Cloud9. Ну вот, чем мне нравятся пики с Энигмой, да, потому что у тебя только один герой, по сути, не фармит. Они тут вообще решили фармить, слушаю. Да, да. Дум фармит. Ну мы видим, трижды они брали Алхимика, а не получалось. По-моему, в Китае они брали Алхимика на ВПЦ. Мы видим, что Алхимика с Энигмой и с Тайдом ни разу вообще. Это инвокер. Это инвокер. Ну вот инвокер мне очень нравится. И это классовексовский должен быть инвокер. И это будет классовексовский инвокер, который сейчас всю эту тактику должен поломать вообще к чертям собачьим. В теории это, конечно, может быть не только классовексовский, это может быть экзортовый инвокер, который будет при поддержке Рубика гангать. Ну, в смысле, с анстрайками помогать, убивать. Окей. Но, так как там особо нападунов нет, под Рубика нету второго суппорта, который будет нападать. Выжигать ману здесь критически важно будет. Именно. Именно это я и хотел сказать. Ну вот вы видите, тут пока что трибуны еще относительно пустые, но потихоньку народ подходит. Да, ну под Альянс, под матч Альянса, по-моему, в 7 часов должен уначиться, если я не ошибаюсь. Будет уже тут, конечно, битком все забито. 10 секунд. 10 секунд осталось у нас до конца, и начнется первая игра финала нижней сетки. Смогут ли Empire с такой же легкостью переиграть ребят из Cloud9, как это у них получалось против Maus? Потому что против Maus они играли вот именно так, как они хотели. Не знаю, не в обиду команде Maus, но они рангом пониже сейчас, чем вообще любая команда, находящаяся здесь. То, что они выиграли хоть у кого-то, для меня это на самом деле небольшое удивление. Да ладно, у кого, у Fnatic, у EG? Ну, типа, да, и, ну, учитывая то, что там команды были у нас обе с заменами, скажем так, ну, блин, Maus все-таки для меня чувствует... Все еще замена, привыкай, International нам придется смотреть за командой EG с Maus. Ну, недолго, я чувствую, нам там придется смотреть за командой EG с Maus. Не, ну, все равно, EG я больше шансов, чем Fnatic, даю на NTE, по-моему, это очевидно. Ну, хотя, может, кому-то и не очевидно, но мне кажется, что у EG шансов будет побольше с Maus, чем у Fnatic с Excalibur. Ну, это будет на International, International уже начиная с 8 июля. Да. Скоро, скоро, скоро. Совсем уже скоро. Красс чемпионат мира по футболу заканчивается, подходит к концу и начинается International четко. Ну, правда, там 13 июля заканчивается чемпионат мира, так что там, ну, финальный матч будет чуть-чуть накладываться, ничего страшного. Ничего страшного. Да, да. У меня уже есть конкретный четкий план. В чем он заключается? В тот день, когда 13 числа будет играться матч и отправить комментировать тебя и Гатханта, вам пофиг на футбол. Я думаю, мы будем не против. Так, ну что, пошла жара. Синг-синг в миде на алхимике против резолюшна на инвокере. Пайлайдай пока охраняет руну дабл дэмэджа, он будет у нас помогать Eternal Envy фармить на топе против мага. Ну, а на ботаме Fly, Silent и One Score против боны 7 на Тайдхантере. Ну, Тайдхантера тут можно будет пытаться гонять такими персонажами, но мне кажется, у них будет немного другая задача. Да, ну и самое интересное здесь, наверное, все-таки будет это противостояние в миде. Как обычно. Ну да, против резолюшна, тем более Синг. Ты что, лучший мидер планеты. Ну, мы, кстати, видим, резолюшн качается через экзорты в начале. И, скорее всего, это будет экзортовый инвокер. Но вот это может быть небольшой ошибочкой, как во мне. Тут действительно, просто Векс с его ЕМПшечкой, он будет очень-очень сильно решать. Да, и против алхимика вот сразу, просто на первых же минутах можно было бы решать вопросы с этим алхимиком, чтобы он бегал без маны. И было бы намного проще здесь резолюшну. Ну да ладно. Решил Рома сыграть так, флаг ему в руки и удачи ему. На топе маг второй левел берет против Энви и Пайлайдая. Ну, маг тут еще нормального опыта заполучил. Он уже почти третий уровень даже заполучил, пока криточков под вышкой отбивал. Но вот сейчас линия уже очень сильно запошилась в чужую сторону, и поэтому он перестает подходить к этим крипам. Еще успеет. Ауи у нас в лесах, в сложной. Бонз 7 тоже, ну, не так хорошо, как у мага. Первый у него левел, то есть до второго еще надо пожить. Чувствует он, что опасно здесь находиться, потому что рядом флай. Тут же, тут как тут Ванскор. Ванскор, кстати, делает отличный трипл пул, то есть сюда, а потом сюда. Так как это и надо делать. Так, ну по страте маг должен фидануть, как обычно, на ферст влат. А там как получится. Пока что маг не фидит, это странно. Да, Андрюха, давай, пора бы уже, а то, что тут не так. Кстати, вот опять-таки после матча с Маус общались с ними, они так люто друг друга троллируют, это просто забей. Игроки команды Empire. Там вот то же самое, что, наверное... Ой-ой-ой, Иванскор! Иванскор отличный тайминг, хорошо забирает он Курьера. Боттл, правда, доехал к Син-Ксингу. Иванскор погибнет здесь, хотя... Может и не погибнет, но дэмэджа получит очень много. Да, проблема у Вани, он уезжает на Тезер, отлично, флай. Хорошо, грамотно все проделали. Теперь очень важный момент, это законтролить первую руну, которая будет через полторы минуты. Ну, я имею в виду первую, которая сейчас появится. Да, не дать ее Сингу, и у него не будет маны. Если не дадут, да, у него не будет ни регена, ни маны, ничего у него не будет. Смотри, маг нашел тебе время в лесу Энигму. У Энигмы нет Идалонов, у Энигмы есть стан, но пока есть Идалоны ничего, конечно, и вот маг понимает, что надо бежать и уходит отсюда. Да, он там ничего толком не понимает. Не, ну, теоретически он мог Коги закрыть, но там просто нету даже Санстрайка. Там вообще ничего нету. Первого левела Санстрайка, который наносит там 13 дэмэджа. Маловат. Чуть больше, мне кажется. Ну, такое там, не принципиально важно, насколько больше, скажем так. Что, продолжаем наблюдать. В миде мы видим 15 на 6 у Резолюшена, против него у Алхимика 12 на 0. Дум хорошо фармит в легкой, ну, и неплохо также чувствует себя Сайлент на своей линии. Ну, это, в принципе, понятно. Энви и Сайлент фармилы, ну, я не знаю, может быть, кто-то и будет в этом сравнении в речь, что Энви как-то покруче, но я думаю, как раз-таки наоборот. Не, ну, Сайлент, он такой фармила, скажем, агрессивный, то есть может иногда пойти подраться, может пойти подсейлить кого-то. Да, то есть, если бы мне предложили брать либо Энви, либо Сайлента в команду, то я бы, наверное, все-таки Сайлент так себе взял. Да, правильно. Зачем тебе этот Энви? Абсолютно непонятный, рандомный чувак, который то напикает Луну с Момом, то еще что-то. Не, ну, Луна с Момом, это еще, бог с ней, там, бывают всякие интересные ситуативные моменты. Да мы просто когда сидели, точнее, стояли тут с папой Драйичем, общались, он тоже говорит, типа, блин, а мы зацепили тему того, что Энви набрели когда-то из Alliance, там, бла-бла-бла. Он говорит, не, ну, слушайте, там проблема, мне кажется, была даже не только, типа, в географической принадлежности. Мы говорим, почему? Он говорит, ну, вы знаете, я вот с ним пообщался буквально, там, минут 20, и если бы он у меня был в команде, я бы его тоже набрил. Ну, видимо, сам по себе человек весьма специфический. Ну, кто его знает? Судя по его твиттеру, там иногда такие бугурты. Флай, в миде, Синга, подняли, расстрелили ту. Отличная стена здесь от Resolution, какой четкий First Blood делает Empire 1-0. Да, шансов на отход вообще никаких, Алхимику не оставили, без каких-то там санстрайков. Все очень наёжно исполнили ребята из Empire, либо Resolution просто кнопки перепутал, неизвестно, но в любом случае First Blood сделали. Да, ну, я просто когда стенку увидел, я немножко приофигел. Я обычно, ну, мы обычно стену видим от инвокера на минуте на 45-й первый раз, когда тот на хайграунд заходит, да? Ну, да, да, да. А здесь у нас, ну, ты посмотри, да, в 3 у Resolution Exhort и в 2, что это сейчас произошло? Что я нажал? Что ты нажал? Ты нажал F10. А, понял. Все сломалось у меня. Так, ну и маг, 6-й дэвел, кстати, сейчас будет у Думана на магу отсюда уходить. Да, и маг умирает. А, нет, вы смотрите. Я был уверен, что сейчас просто, как только 6-й дэвел получает Дум, сразу будет Слип, Дум и поехали убивать. Ну, что у Дума имеется схаванный Крип на Спидауру и, как бы, понятное дело, что магу там не уйти в миде Resolution. Могут быть траблы. Смоуки здесь у нас Тайдхантер вместе с Энигмой. Кучу времени теряет, выходит, наверное, на Resolution. Сейчас будет стан. Вот стан по Resolution, он ставит стенку, но тут без шансов для Rezo. И все-таки есть враг, хотя залетает Fly в толпу. Ну, стенка хорошая, хорошая. А Fly-то цепанул, ау, и убивает ау, и Fly. Главное, что сам еще тут не попался. Там, в принципе, 2 милишника, именно поэтому Рубик мог себя так фривольно чувствовать. Ну, и Рубик у нас уже левел 6, получает на 7-й минуте у Рубика 6-й уровень. Ну, вот так вот. Ну, в Ферсблате еще один фраг, да. Fly типа намекает, мол, ну что, шейкер 5-го левела на 25-й минуте. Как у тебя там дела? Да, Fly, конечно, тут очень отлично отыгрывает. Ну, и Resolution на 6-й минуте покупает Мидас. Несмотря на то, что его убили. Ну, просто Рубик там, видимо, забрал Анигму. Он же там один как раз оставался, Анигму уже 6-го уровня. То есть он занял там опыта. Да, опыта просто миллион получил. Так, ну что? Кстати, у Рубика сейчас есть стан ворованный, и это просто идеальный момент для Ганга. Вот просто идеальный. У него Unstable Concussion есть, у него есть телекинез, фейтболт, он там не в соло может убивать. Он реально может убить, ну, только через один Sunstrike. Там опять нападают на Resolution, и через Блэкпол его забирают Миди. Хейтеры. Начали, начали действовать правильно все-таки Cloud9 в данной ситуации. Ну, понятное дело, что надо забирать Resolution. Да, они просто хейтеры. Ну, правильно, правильно. Хейтить надо мидера. Искать слабое звено, давить ему на нервы, чтобы он начал наезжать на свою команду с криками «Не помогу я вам Sunstrike, вы надоели мне, короче, идите мне, защищайте, только тогда я вам буду помогать». И, в принципе, такое иногда срабатывает. Ну, вот посмотрим, насколько Роман устойчив к такому угновлению. Да, Флай, наверное, в седьмой уже левел взял. Энри на топе тоже седьмой левел. Это Doom с Мидасом на легкой, которая стоит фармить все время. От Флая он еще не оторвался по уровню. И Флай идет на топ. Флай давай уже смок, и можно делать фраг вместе с магом. Маг сейчас возьмет шестой левел одного крипа, вот он шестой левел, и надо делать фраг. На данном нужно идти нападать. Вот сейчас Флай помигал, видимо, ждет, когда маг подойдет, чтобы вдвоем в смоке побежать, а они вдвоем идут в смоке забирать Дума. Дума у них есть шансы очень хорошие забрать. Ну, если Энви чувствует, что здесь не так. Да, Чуйкевич у него сработал, и Энви отступает. Но на других линиях все спокойно. На других линиях ребята не так сильно паникуют. Энви вообще куда-то убежал. А он... не, он просто убежал. Убежал на базу. У него манны нету. Поймают Энигму сейчас. Или не поймают. Ну, что ж ты будешь делать? Ну, вот так вот очень чрезмерно, да, осторожно действовали. Ну, маг там в принципе не мог попасть. Это такой какой-то крюк на халяву. Не, он пытался попасть там с эйдолонами, а у и закрывал. Ну, как-то, как-то да. Как-то тут не сыграно сыграли Empire. Не, ну, так как ты попадешь, если Энигма четко все себя прикрывает. А крюк, он вроде как прямой. В отличие от рук у некоторых игроков. Так что, ну, попасть реально сложно. Я бы сказал, нереально даже в таких, ну, при таких обстоятельствах. Ну, когда закрывается, да, это факт. Так, Silent тем временем нафармил уже себе PZ и Aquilu, и скоро будут у него барабаны. Это неплохо, кстати. Инвокер, мы видим, тапок, Midas. Окей. Ну, это стандарт для инвокера. Инвокер себе уже собрал ПТ и Midas. Так что все норм. Но инвокер с Midas это стандарт. Это стандарт, он хорошо набирает левел, у него хорошие мощные спылы появляются. Ну, естественно, там артефакты какие-то. Просто инвокер как раз тот герой, который, в принципе, сильно, мы должны догадываться, зависит от спылов. И Midas дарит эти самые спылы быстрее, чем обычно. Так, у нас там заход на Рошана, на котором сейчас Sing Sing взрывается. Спалили это все. Sing Sing сейчас тут отметелит Рошан быстренько. Sing Sing регенится пока еще ultimate действует. Еще и ракета залетает, ну и вот Гоперг спалил сейчас, где находится команда. Рубик не хочет туда, а у него ничего нет, ему надо что-то украсть. Вот, кстати, идеально было бы Acid Spray, очень клевая штучка сейчас. Да, там наличь, чтобы идолончики поумирали. Ну, вот и так сейчас Форгет залетает, начинает отстреливать идолончиков. Опа, опа, и еще Сайлент тут нарисовался. Ну, выиграли время, конечно, Cloud9 может быть немножечко для того, чтобы оформить. То, что сорвалась там вся команда Empire и сюда подтягивается для того, чтобы подраться. Ну, не знаю, не знаю, что это. Что дальше планирует делать Cloud9 с этим Рошаном? Пойдут ли они как-то добивать или забьют на него? Не знаю. Resolution, как мы уже говорили, ПТМ. Есть также 0 и Midas. Магнатопия тем временем, ну, ничего нового у него нет. Так, да, там тем временем в Na'Vi взяли первую карту в КСе. И уже на второй ведут. Ну, пистолет взяли, да, на второй. Вообще норм. Ну, пока вроде бы норм все у них идет. Вот после вчерашнего неудачного немножечко дня. А теперь главное, чтобы Empire тоже разогнались. Тут, кстати, опять-таки забывает Empire. Мы видим, что Ancient фармит команда Cloud9 и не мешает имперце в этом. Абсолютно никак. Да, ракеты залетают на Рошана. На Ancient вообще никакого контроля нет. И мы видим тут Вон И-7 вместе с Энигмой. Вон И-7 немного вытанковал. В любом случае много опыта, много денег. Совсем скоро появится дайгер у Тайдхантера. Если это будет, конечно, дайгер сразу же. Ну, посмотрим. И имперцы никого не хотят идти убивать. Вот это не много странно. Ну, 22 на 11 минуте. Как-то непривычно. Как-то не похоже на Empire. Неужели они чувствуют уверенности в себе? Учитывая то, что инвокеры качаются через класс Exhort. То есть, значит, что в серьезном тимфайте он будет не слишком эффективен. Вот это тоже серьезный такой косяк. Это зря. Был бы это вексовский инвокер. Я бы тебе сейчас слова не сказал. Сказал, ну, пусть бегает там, фармит себе. Зарабатывает. Не знаю, что он там может себе зарабатывать. И просто халявит. И в тимфайте дает нормальное ЕМФ одно. И все, и выигрывает тимфайт. А тут выиграть тимфайт с одной только стенкой ОЕшной будет тяжеловато. Ну, и вот появляется у него первый левел векс. И, скорее всего, этот векс будет дальше макситься. Потому что 4-4 прокачка нужна для того, чтобы форги добыли. С двумя... Ну, короче, чтобы 2 форги добыло. И, следовательно, резолюшн, скорее всего, дальше будет качать вексочку. Ну, может, экзорд все-таки докачает чуть-чуть попозже. Ну, не знаю. Я бы, наверное, на его месте не делал так. Там действительно от мана Берна будет достаточно много зависеть. Тем более, если Тайдхантер будет собирать вот такой вот быстрый-быстрый даггер. У него там максимальный монопул 377. Там даже первого левела ЕМП уже будет очень сильно ему вредить. Да, и мы понимаем, что если резолюшн будет начинать, то маны хватать на раскаст у Тайда не должно. Ну, смотри, залетают на Бэйна, на топе. Очень быстро испепелили Бэйна. Вот Сайлент первый раз у нас прилетел куда-то. На этот раз вместе с Ванскором. У Сайлента барабаны 700 колдей Аквилла Фейзы. И возвращается он вместе с Ванскором обратно на мид. Ну, свой лес точнее. Можно пофармить снизу здесь. Убежал, убежал уже отсюда Тайдхантер. Тайдхантер 7-й левел. Есть даггер. Сейчас будет. Через 20 секунд. Ну, и в миде Синг-Синг пока медальон Тапа. Больше нет ничего. А у резолюшна через 600 голды будет уже Некрономикон первый. Ну что ж, неплохо. Можно будет начинать пушить достаточно серьезно. Вот один из плюсов таких инвокеров в вас экзортовых, это то, что у них неплохой пуш-потенциал. Через Некрочи, через Форги. Докидаешь там какой-нибудь Алакрити на Некрономикон, либо на Форг Джетт Спирита. И все, и вышечка проседает очень быстро. А тренд протектора нету ни там, ни там. Это говорит о том, что... Правильно, о том, что вышке регенить нечем. Значит, Харас вот этот будет успешен. Должен быть успешен, если, конечно, не будут приходить постоянно в пятером там как-то дефать. Да-да. Тут надо левел и денежки Сайленту. Это побольше. Мы вчера видели, что... Что может творить Гирокоптер, если у него есть как-то маломальски полезные шмотки. Ну, Сайлент нас собирает, этот умеет. Ну, плюс там уже рядом с Ниндисп, который собирает сейчас, как я понимаю, урну. Там Санстрайк куда-то летит. Харашана залетела Санстрайк. Палит все. Ну и что? Импайр. Пошли, пошли два Форт Спирита. Да, там Форгиды сейчас будут очень сильно доставать. Так, Верка отлично прыгает. Мак, красавчик. А что дальше? А что дальше? Мак прыгает на боях, но Мак-то сам очень сильно проседает. И вот сейчас серьезные проблемы у Клокверка. Клоквер, конечно, задержал тут людей. Дум кинул Рубик у нас на Этернал Энви. Синг-Синг убегает. Ну и посмотри, отличный ревадж. Тут вон и семь. Байбэк пошел от Гирокоптера. Гирокоптер так не дал ни одного каста. Видимо, поймал он сам просто Дум. Ну и тут минус пять. Минус ванскор, да. Это минус пять и байбэк от Гирокоптера. Но все равно на Рошана, скорее всего, толком не получится зайти каста. А, хотя нет, Блэк Холл еще есть. Блэк Холл есть и колдаун. Отгоняет, конечно, здесь Сайлент. Тянет, тянет время. Все равно забирает Рошана. Да, минус пять. И в итоге, что у нас получилось? Все, кажется, классно сделал Мак, но он далеко был. Дум поймал Сайлент, он не успел дать колдаун. И, ну, собственно, вот она точечность инвокера через класс экзорд. Хотя, смотри, Рошан вроде бы отбивается, но, не знаю, 300 хп, 200. Да, все, наконец-то убили. Так, тут пришли, как и на прошлом Дримхаке, люди с этими... С тарахтелками. С тарахтелками, да. Ну, сейчас же финальный день, сейчас все будут с этими тарахтелками сидеть, тарахтеть. Так, тут ошибается немного Рубик. Хватает крипа вместо героя. Да, у него, кстати, имеется ворованный Химикал Рейдж. Можно юзать, быстро бегать. Так, забрали Тауэр здесь, ребята, из Эмпайр. Клакверк опять врывается, закрывает Сиксинга, который по-прежнему в ульте. Уходит отсюда Мак. Сиксинга расстреливает, залетает. Отличный ультимейт. Вот, пирокоптер от Тайд прыгнул. Все, отлично. Есть минус Айкис. У Тайда нету Реведжа. И санстрак немножко не по таймингу в Синга. Синга, кажется, убежит отсюда. Нет, Синга поднимает. Отлично, продолжает пробивать Форгиды. Две, две с половиной секунды. Есть минус Синг-Синг. Там у нас как дела у Ванскора и у Мага. Ванскор еле живой. Маг тоже еле живой. Дум опять залетает по Сайленту. Маг уходит под батарейками. Ну и Бонесим с Дуагером. Отлично залетает. Это минус Сайлент. Вот Рубик, не знаю, чего не развернулся. Не просто дал ни одну тычку по героям, чтобы заденайить, попробовать. Ну и один в три. Опять-таки один в три после того, как забрали Синг-Синга. Дальше переловили Клауд Найн имперцев. И счет становится 10-5 в пользу Клауд Найн. Вот так вот. Сумбурные какие-то драки от Империи. Ну и по деньгам они сейчас в игре проигрывают 3000. По XP уже 7, даже больше 1000. Ну, начало было неплохое, а дальше что-то пошло не так. Да, появляется второй Некрономикон. Ну вот, смотрю, Роман на 11 уровне тут вкачал второй Инвок. Окей, у него там типа кулдаун меньше на 5 секунд. Но, блин. Нужен сейчас... Векс, векс, векс. Ну да, тут это не помешает. Учитывая еще и наличие Некро-3 будущих. Надо. Так вот, по поводу того, по поводу активности и вообще игры с Сайлота. Вот что сейчас делать? Фармить, то есть я имею в виду... Ну, ему нужны базовые айтемы, я же говорю, хотя бы ВКБ. ВКБ мы видим, у него нету и не скоро появится, потому что играет он через Джакала Коптера, ну, хорошо хоть не с ПТ. Фейзы, Аквила и Барабаны. То есть много денег ушло практически в никуда. И сейчас вот он не может толком воевать из-за того, что любой спелл... Снизу, на Резолюшена, напали, убили. Четко, и Таврс разобирает Хаултайм. Да, и изи килл, как сказали наши зарубежные коллеги. Так вот, с другой стороны, собрав, если соберется Альвен БКБ, он все равно себя не застрахует, да, там, от какого-нибудь Дума или Блэкхола. Но, блин, его все остальное не будет цеплять. Не будут всякие там... Тайтхантеры. Тайтхантеры с гашами. Не будет Энигма со своими Меллифайсами. Бэйны там разные трогать. Хотя Бэйн тоже может. Финн с гриппом. В общем, много хороших культов, которые пробивают БКБ у ребят из... Четверых просто застанет сейчас Флай. Да, Флай так нормально закинул, но вот и кладется у нас здесь курса. Ну и тяжеловато сейчас будет Империи. Но хотя они хотят подраться, очень хотят. Дум далековато пошел. Дума избивает, есть ТП. Так, так, вверх прыгает. Дума закрыл. Дум, БКБ, вот это неприятная новость. Как же Мактус быстро развалился. Ты только посмотри. А вот Дум на Синг-Синга очень четко зарешала. И Нигма можно забирать, нужно забирать Дум-Лэкхола. Есть минусы Нигма, минус Синг-Синг. Дальше. В размин на одного пока только Мага. И убегает. И Микрочиза Айтерна Лэнда гонится. Да, 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 да. И посмотри, он бежит. Тут Висп прилетает. Висп с раскруточкой. Виспуля. Висп, ну попади же ты по нему. Есть минус Дум. Найс, найс, найс. Три фрага сделали. Да, вот они, Импайр. Импайр отбивается, все нормально. Не ожидали вырыва Мага с фланга. Здесь ребята из Клауд-Найн походу. Ну как Маг быстро развалился-то, а? Ты видел? Ему буквально два удара, кажется, дали и все. И Маг был потрачен. Да, и просто он закончился. Но в любом случае Импайр. Импайр-таки добирается сейчас до первого тавра на нижней линии. Показали они сейчас Клауд-Найнам, что все-таки собираются они выигрывать эту игру, а не просто так вот сейчас ее залить, да и все. Ну и Т1 Тауэр. Гаш. Сайлт-Атак, тут забежал. Резолюшн, опасно, Резолюшн, опасно. Так, Резолюшн. И хватит, может, тебе уже этот львок качать в Макси? Ну хорошо, ладно, на 12 секунд кулдаун, окей. Ну нравится человеку, но хочет он покликать. Ну что ж ты переживаешь-то за него? Хорошо, сейчас посмотрим, как он там будет кликать. Это нам в пабе можно не качать? Ну я в пабе и векс даже не качаю, я и векс не качаю. Не, инвок я качаю хотя бы в один, но у меня все равно два с половиной, и что там переключать? Они там в кулдауне больше висят, чем инвок в кулдауне, так что все нормально. Я особо не парюсь. У меня что там? У меня форгиды, санстрайк и колд снэп. Вот три заклинания, в принципе. И то форгиды, это если я в очень хорошем настроении. Ну вот, наконец пошел у нас Гирокоптер в БКБ. Да, у нас мы видим, 20 минут прошло, 3,5 тысячи голды. И вот с 8 тысяч на 5 тысяч отыграли. По экспириенсу преимущества Empire, да, уже более-менее нормально. Ну и фармитенш там у нас Сайлент. Есть Некро 3. У Сайлента мы видим, вырисовывается понемножку БКБ. Пока Некро 3 появилась у инвокера, и можно уже что-то придумывать. С третьими некорочами уже активнее, уже веселее. Так, ну и Гирокоптер, да, фармливает, Клокверк, что там у него уже, Блэдмейл есть. Больше ему, ну как, ничего не надо, ему надо еще много всякой дряни. Может быть, какие-то форставчики, может быть, аганимчики. Но форстав здесь очень важен, потому что мы видим, что врывается Маха. Классно, все вообще драки, все врывы у него. Очень классные, но не выживает. Очень быстро убивает. И важно то, что там милишные керрии, это Алхимик, это Дум, от которых форставы очень сильно могут помогать. Так, Гирокоптера пока тут охраняет. Ванскор, Алхимик, сейчас должны встретиться. Да, находят Алхимика, Алхимика увидели. Но там очень много людей, и срочно, срочно улетает отсюда Сайлент, улетает отсюда Мак. Все просто должны отсюда улетать. Да, Мак делает и Паул. Ну а курицу потеряли, Радиант. И загуляла она, отвлекала внимание, летела, не зла кому-то ТП, или я не знаю, шестой игрок Импайр. Да, раньше был шестой игрок Рокскиз у Ванскора, да, сейчас это шестой игрок Импайр. 12.8 на 22-й минуте. Да, преимущество по-прежнему Cloud9, но мы надеемся, что знают Импайр, что делать им дальше. Да, знают они, что делать им дальше. БКБ. Раскачать Гирокоптера, пока враги не зашли на хайграунд. Потому что потом Гирокоптеру противопоставить не КВА. Да, там, конечно, всегда есть Дум, который с даггером, который будет вешать этот самый Дум. Ну, в принципе, можно попробовать этого избежать. Да, можно самим напасть на Дума, например, и самим его убить. Так, что у нас там у Резолюшна? У Резолюшна 14-й уже уровень. Резолюшн, да, вообще забил на Вексу, но скачал чисто для того, чтобы иметь полный набор спилов. А сам продолжает Максит Экзорд. Ну и Резолюшн тоже, кстати, собирает БКБ. Данай Тавер очередной. Команда Клауд Найн не дает ни копейки, а не лишние им перцам. Ну и за счет этого проседает экономика Team Empire. Серьезно проседает. Ну, да, хотя на данный момент 5000 голды, которые имеет Клауд Найн, это не слишком страшная цифра. Да, но все равно это есть цифра. То есть, если бы там было 5000 голды и там 3 Медаса в наличии, тогда мы могли бы говорить о том, что это там не страшно и так далее. Здесь мы понимаем, что как бы это действительно живые деньги, и Клауд Найн просто очень хорошо начали. Так, ну вот Рубик. Ой, Рубик Сайлент с БКБ. Сейчас заберет кентавров этих и будет у него уже Блокинг Бар. И Рошан через 2 минуты. Ну, вроде бы тайминг более или менее ок должен быть. Да, посмотрим, если заберут Рошана. Ну, на Рошане сейчас точно будет драка. Но вот как драться на Рошане при наличии энигмы Тайда? И думая, Алхимикой Бэйн. Ну, тут да, тут вообще очень тяжелая будет ситуация. Да, еще и БКБшечка у нас у Алхимика. БКБшечка у Алхимика. Что она ему даст? Она ему даст, конечно, относительную неуязвимость по отношению к инвокеру. И все. Сложно, сложно будет пробивать его. Вот в чем дело. Там Реген у него уже хороший. И у Алхимик 13 уровня, Реген, во время действия ульты 75 единиц здоровья в секунду. Это много. Да, но только сбить тяжеловато, скажем честно. Так, 24 минуты игры за нами. 12-8. Клауд Найн. Клауд Найн выигрывает. Пока у Эмпайр. По деньгам. Опять-таки пошел график в сторону Клаудова. Клаудова. Ну и по XP приблизительно то же самое. Что сейчас делать ребятам из Эмпайр? Ну, в принципе, правильно. Продолжать качать гирокоптера. У них есть отличный план. Гирокоптер с шестью слотами, с рапирой убивает всех. Да, и гирокоптеру, в принципе, ну не на сто процентов, но как бы пофиг на БКБ. Да, да, ему реально пофиг. Ну, когда он будет там супер лейти, ему будет пофиг. Ну и мы видим, что перемещается, перемещается на топ у нас. Тут люди хвалят Флая за то, что он Дум постоянно ворует. Ну, полезное вообще, что Кенция, да, то, что он так делает. Ну, а виноват в этом Дум. Ну, а Дум что сделает? Он землю типа сразу прожимает, а Левелдес, видимо, тоже сразу. Хотя, возможно, стоит в другом порядке немного прожимать заклинания. Посмотрим, посмотрим. Крайне мере, за эту игру уже дважды Энви отдал, собственно, свой ультимейт Рубику. Я думаю, Флай только рад. Почаще мне отдавайте. Ну и давайте, давайте какой-то экшен, ребят. Вот то, как играли утром Эмпайр, это было круто. Весело, задорно, без стояния на месте. Нет, ну, у Эмпайр сейчас другой план, понимаешь? Если они сейчас пойдут драться, они проиграют, потому что там Энигмат, потому что там Тайтхантер. Им нужно нажать по одной кнопке и выиграть замес. У имперцев нет таких героев. Был бы у них инвокер классовексовский, как мы говорили изначально, планировали, что он таким будет, то да, они бы тогда могли идти устраивать неплохой замес, сами нападать, инициировать. Сейчас они не могут этого сделать. Сейчас даже если на Рошане начнется драка, не факт, что они вообще туда пойдут, на этого Рошана. Ну, проверка должна быть какая-то, я не знаю, Рокета, Щезда прийти, Санстрайк. Ну, Рокет уже был, так, что там вот как раз висели последние искорки, они как раз увидели то, что там происходит. Ну, и имперцы забирают в это время Т2 на топе. Тем временем стрим по Старкрафту запущен. Да, и начинается дискотека. У нас на стриме по Старкрафту. Рошана добивает там ТП, сразу на топ, ты смотри, не хотят отдавать Т2, Рошан просто упадет, и Синг-Синг заберет всю славу себе. Да, 14 левел Синг-Синг получает, есть у него БКБ. А, понятное дело, пока 10 секунд есть плейдмейл, есть тапки и медальон оф Кураж, также с Мэджик Вондом. Так что неплохо, Синг-Синг, но то, что ему два Некрономикона, чуть ли не всю ману выжили, это немножко не очень правильно. Да, вот Некрачу в этом плане, конечно, крайне полезная штукенция. Можно Алхимика оставлять без маны, без станов. Стан у него, вроде бы, весьма неплохой. Ну, да, ну и тишина, тишина. На самом деле, нападать надо Клаудом, потому что я у них не вижу ярко выраженного Лайта, у нас там Рубика где-то забрала Эникма только что, еще что-то тут взорвалось недалеко. Ну да ладно, у Инвокера появляется БКБ. Так вот, есть, конечно, там типа Алхимик, который Синг-Синг, который собирается в хардкере, и мы помним, что Алхимик герой достаточно неприятный, но, как помните, Герокоптер будет намного опаснее. Герокоптер просто, блин, он всех убивает. Вот Бэйн будет очень сильно страдать, Энигма будет очень сильно страдать, но Алхимика будет страдать тот, на кого нападет, собственно говоря, Алхимик. Ну что же, давайте быстренько пробежимся по артефактам Клауд-9. У Дума мы видим даггер БКБ Шива, у Бэйна БКБ Тапок, вау. Здесь Алхимик БКБ Плейт Мэйл ПТ, БКБ также и у Энигмы, Четыре БКБ, да, у Тайда только нет БКБ. Да, и инвокеру тут, конечно, тяжеловато, и Рубико тяжеловато, да и всем тяжеловато против четырех БКБ драться, мы это прекрасно понимаем. А еще у Клауд-9, я только обратил внимание, у них у всех написано Stand-in. Ну, я не знаю, что это значит. Вот их, может, на Брилли из Клауд-9. Все, может, они уже Stand-in? Они Stand-in HyperX. А почему они тогда играют с тегом внутриигровым? А, там есть эти просто. Там же Dota TV нужен тег внутриигровым. Да, 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 ну и есть пенанты. Да, кстати. Не знаю, ну, блин, вот клонировать свой логотип, это не слишком круто, но немного видоизменить, в принципе, нормальная штука. Это я, опять же, намекаю на команде Empire. Да, они уже поняли. Их пенантов. Они уже и так поняли. Кстати. Что? Есть уже Demon Edge тем временем у Silent. Понятно, понятно. Silent, он сейчас, дайте ему только время, он нафармит. Причем на первое место по Networx, чтобы выйти, ему осталось не так уж и много. Полторы тысячи. Ну, для гирокоптера это не проблема. Но то, что его сейчас убьют, это проблема, у него нет ТП. А кто его убьет? Зачем его будут убивать? Не, ну зачем? Ну, я думал, что он знает, что он здесь, но в итоге мы видим, что Сиг-Сиг пошел дальше по линии. Не знал он, что рядом находится. Ну, он, кстати, тут сейчас может очень сильно спалиться. Ну и надо ему уходить. Во-первых, на ворде там у нас палится Рубик. А, Лол, Алхимик отсюда свалил? Да, да, да. Да, он побоялся. Он побоялся какой-то засады, хотя бояться должны были наоборот. Тут побоялся в итоге Алхимик. Улетает он на базу. Из базы сейчас Сиг-Сиг пойдет куда-то зарабатывать свой 16-й левел для себя. Заработает или нет, это уже другой вопрос. Но он, по крайней мере, попытается. 30 минут игры за нами. Графики. И понемножку, по чуть-чуть, но все-таки лезет он вниз. 7 тысяч там с репиками голды. Ну, пока немного, потому что Нетворс, основная разница между кем и кем. Между, наверное, оффлейнерами, вот самый большой разрыв. Хотя нет, вот мидеры, например, Resolution и Синк-Синг, между ними разница в 3,5 тысячи в пользу Resolution. Ну и между оффлейнерами, что там у нас, 2 тысячи в пользу Тайтхантера. И не будем забывать то, что есть Энигма, которая фармит. У Энигмы всегда очень много денег. Так, у нас там Doom только что запавнил Рубика. Ну, вот эти соло-фраги, эти соло-вылазки, они сейчас абсолютно никакого смысла, никакой смысловой нагрузки несут. И надо, наверное, как-то пособраннее сейчас с Империей сыграть. Потому что, опять-таки, еще раз повторюсь, что не видно на данный момент общего их стиля и общего рисунка игры. Обычно Empire играет не так. А здесь видно, что они играют в игру, которую им навязали Cloud9, и, похоже, они даже не пройти. Да, на самом деле, вот я с тобой, наверное, не соглашусь, потому что играют Cloud9 в игру, которую навязали им Empire. Потому что Cloud9 должны были драться на протяжении всех этих тридцати, там, с копейками минут. А они этого не делали. Как много ты видел тимфайтов 5 на 5? Вот эти 14 фрагов, это в основном, там, одиночные какие-то врывы. Вот, например, на Resolution набросились. Энви, Энви пытается подрезать Резор. Резор выживает Романа, отличненько. И что, за кем там дальше погнались? Погнались дальше, мы повайдаем. Ну, я думал, может быть, они сейчас, нет, они просто отсюда улетели. Ну, вот. Ну, думано, Рубика, в принципе, норм. Неплохо, тут снизу, снизу проблемы огромные. Могут быть с Синзингом, нет, паут он делает. И Resolution тут ничего не сделает. Да, сбивать такие рекорды нечем. Ну, пока что... Ну, один в один сейчас был размен, 15 на 9, там... Суть в том, что нижняя линия... Вот, марки кинг-бар. Вот, а теперь можно... Ну, вы знаете, что делать. Подходить уже из лоу-граунда, просто расстреливать. Что расстреливать? Вот сюда вот подходить. Во-первых, у него рейндж маленький. Ну, у него все равно он отсюда будет стоять, отсюда отстрелять. А во-вторых, по вышкам все равно работают промахи. Черт. Влад поломал стратегию. Понимаешь, я надеюсь, что вот сейчас побыстрее выиграет Empire, но... Ты вот сегодня мне всю кашу просто помнишь. Не, на самом деле, быстрой тут победы не будет. Мне почему-то кажется, что имперцы тут все-таки победят на этой карте, но не совсем скоро. Потому что герокоптеру еще не хватает какого-то там, не знаю, бутерфляя и сатаника. Ну, суть в том, что мы видим, что все равно он остается на уровне там полутора тысяч отставания от дума. Но сейчас деньги должны пойти намного быстрее. Вопрос еще такой, нужен ли ему здесь... Не, я думаю, Доминатор не нужен. Есть при наличии Виспа. Вообще, в идеале, сейчас, чтобы кто-то хитрый собрал линкенсферу и вешал ее на герокоптера. И все, это была бы победа. Там напали, кстати, на Сайлента. И Сайлента увозит Висп. Отлично. Висп погибнет, но Сайлент остался в живых. Нет, Висп не погибнет. А что Висп не погибнет? Ну, потому что сейчас будет здесь драка. Подтягивается сюда. И Клокер уже готов прыгать. Клокерку первому надо начинать. Так. Есть БКБ. Цепанули Сайлента. Сберите как-то... Какой блокбол! Латави! Найс. Просто найс. Да, ну и Doom на Сайленте, поэтому Сайленту нужно просто отсюда уходить. И серьезная ошибка от команды Empire, которая стоила только что им, кажется, стороны минимум, а возможно и целой игры. Да, нету байбека сейчас у Сайлента. Резолюшн, вот мы видим, ничем тут помочь не может. Ну, отбегает он, конечно, в БКБ, но, скорее всего, Т3 Tower тут потеряет ребятки из Empire. Терять сторону, точно должны терять. Правда, герои пока что не такие, не супер-вучко-убивательные у Cloud9. Это хоть немножко спасает ситуацию, но все равно слишком долго не были герокоптером. Ну, зачем они пошли драться? Отдали бы этого в Испа и все. Ну, типа, подумали, что рейвиджей нету, что они сильнее, но, как минимум, они ошиблись. Ну, логично, логично, в принципе, все правильно. Они думали, типа, нет рейвиджа, сейчас будет все четко, мы все правильно сделаем. Бла-бла, Клокерк войдет, прыгнет там, ну и типа, ну... Ну, Клокерк вошел, прыгнул прямо в Блэкхоу, все. Да. План был неплохой, но реализация, конечно же, ужасная. Минус 5, 20 на 9, 34 минута, минус 4, да. Вот сейчас там графики реально будут страшные. Да, то есть вы понимаете, тут уже 14 тысяч голды, 13 тысяч экспы. Ну, и мы ждем, ждем, ждем теперь активных действий от Cloud9, наверное, потому что единственный шанс Empire сейчас, это, наверное, просто терпеть как-то, причем... Жутким образом терпеть. Опять-таки, гирокоптер, МКБ, может быть, не стоило, может быть, стоило что-то другое, а не МКБ собрать, но... Все-таки МКБ решил сделать гирокоптер, ну... Может, на туре он доставил бутерфля, а потом уже в МКБ... Хотя это бы не помогло все равно, потому что Cloud9 закликивают, закликивают очень серьезно парни из Empire. Ну, блин, там просто надо нажать пару кнопок вовремя, и все. Ну как? Прыгнуть там в БКБ Black Hole поставить, цепануть действительно Бэйну своевременно, кого-то там, фин с гриппом. То есть мы понимаем, что не любого ты цепанешь, надо от конкретного героя, и в частности лучше всего, чтобы это был как раз-таки гирокоптер, которого там, если ты секунд 5-6 фиксируешь на месте, то убить его даже в БКБ это небольшая проблема. Самый банк Саленсера, который сделали имперцы, развязал руки полностью Cloud9-ом. Рефрешер-тайд-кантера. Прочется, сами себя забанили, да, но это уже слишком. Там на стриме Старокрафта я просто не могу глаза оторвать, там такое месиловое идет. Да. Уже караоке скоро начнется. Нормально, там шведские национальные народные песни про снег. Причем такие очень интересные песни. Так, у инвокера, кстати, появился ультимейт орбец, 1700 голды имеется. У резолюшина, я не знаю, хочет он собрать хекс или, может быть, линку, или, может быть, я не знаю, еще что-то. Что, гирокоптеру? Да. Ну, линка нужна, либо... Не-не-не, я имею в виду инвокер, который может собрать линку, да, и вешать ее на гирокоптеру. Я же говорю, линка нужна либо самому гирокоптеру, либо кому-то из его тиммейтов, потому что вот этот дум, который на нее постоянно вешается, это не дело. Вообще-то много таких мощных точек на заклинание, всякие грибы, которые бы в БКБ и выйдеть не помешало бы. Ну что, 3000 у Сайлента. Купил он Яшу, БКБ у него по-прежнему 9-секундное в миде. Флай. Как Энви просто развалил тут его. Ну, там Энви с ДД, вы понимаете, какой там дэмэдж, 146 плюс 237. Та, Флай, который начал просто супер отлично, мы видим 2-6-4 и не идет. Ну, Ирошан должен появиться буквально секунду на секунду. Ирошан, скорее всего, достанется клауннайн. Да, не пойдут драться. Не, ну идти на Рейвич и Блэкхолл на Рошана, это 100% самоубийство. И, конечно же, имперцы не пойдут. Ну, не должны, я не знаю, если они хотят сейчас прям проиграть, то не пойдут. Ну, хотя, типа, а что ждать, а что тянусь, все нормально. Ой, Линка у Энигмы. У Энигмы, да, вот теперь вообще непонятно, нафига она нужна, в принципе. А, ну, я даже не знаю, блин, Кукшот, в Энигму. Ну, блин. Это просто, чтобы была, хороший артефак. Просто, просто, просто. За что тебе Линкен Свера Энигмал? Просто. Ну, а что бы нет. Было в магазине, зашел, думаю. О, слушай. Ну, я думаю, сейчас бы кто-то из имперцев был не против так зайти в магазин. Ну, что же, Т2 Тауэр. Последний Т2 Тауэр сейчас упадет. Опять-таки, это шестой, получается, седьмой Тауэр уже для команды Синайн. Так, ну и 9.21. Блин, по деньгам они действительно сильно впереди. Ну, и видно, что общее игровое преимущество тоже на их стороне. Как сказать, алхимики. Всякие Тайдхантеры с рефрешинами. Да, ну вот сложно, сложно сейчас будет имперцем. Несмотря на наличие Блэкинг-баров. Очень сложно. И 38 минут игры за нами. Так, понемногу, по чуть-чуть. 15 тысяч голды, 17 тысяч экспы. Да, понятное дело, что вот прямо сейчас, если пойти игру заканчивать, так можно ее и не закончить. Так что спешить не буду. Не, ну можно ее закончить, только не в ту пользу, в которую ты хотел. Да, Рошаны вдруг начнут появляться у Империи. Управляемые Team Empire, вот это было бы круто. Призвали все Рошаны и поехали. Надо невидимого Рошана просто призывать. Да, чтобы люди не понимали, откуда, почему хп заканчивается. Да, 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 ты просто смотришь, у тебя опа, вышка упала, блин, бак, что поделать. Ну, вторая, третья, база. Бывает, бывает. Просто, не знаю, рабочие были. Не очень, и эти вышки будут падать сами по себе. Блин, вот я сам себя даже не слышу сейчас. Ну что, тут такой Драма 2 свалит? Ну, ладно, пусть валит. А, нормальный трек вообще. Не, я понимаю, но слишком громко, но вот наконец-то не выключил. О, что-то сделал все-таки потери. Действительно теряешься, я сам не слышу себя, не слышу звук. А, там игра сейчас начнется. А, ну игра начнется еще. Ладно, короче. Сидят уже игроки, я смотрю. Черт с ним, черт с ним. Синий игрок, красный игрок. Так, ладно, у нас там кого-то поймали. Слип на мага. Маг. Маг, маг, живи. Своего брата нет. Успел он купить БКБ, но тут же залетел Type Hunter. Есть один реведж, есть второй реведж, но его поймали Сайлента. У Сайлента серьезные проблемы. Тут же Рубик ворует реведж, но Black Hole, который попадает Сайлент, становится решающим, мне кажется. Да, минус Реза, минус Сайлент. Г, Г. Клауд Найн крайне уверенно здесь сыграли. Ну просто невероятная катка. Да, и я думаю не ожидали такой прыти так же и Empire. Ну вот, мне кажется, что тут без классовексовского инвокера было сложновато. Не обойтись, да. Да, вот Экзортовый совсем не то. Учитывая то, что не получилось никого наубивать, всего 9 фрагов было сделано там за 40 минут ребятами из Empire. Вот эти бы EMP, Tornado и прочие чушь были бы более юзабельные. Не знаю, может быть у Ивана есть мнение на этот счет какое-то. Сейчас я ему уступлю свое рабочее место и мы у него спросим. Да, потому что игра выдалась. И вот мы видим, пошли имперцы на улице пообщаться. Вот Ван Скор чешет за ухом, думает, что пошло не так, Ваня. Ну, очень уверенный пик у ребят из Cloud9. Оба пика на самом деле рассчитаны на масс-файт. Да, есть висп у Empire, но это не тот висп, который прилетает там с каким-то героем типа Morphi и Гангать, а это тот висп, который помогает в тимфайте гирокоптеру выдавать больше ДПС. И суть в том, чтобы драться 5 на 5 у Империи, в принципе, все не очень плохо. У них есть Clockwerk, у них есть Рубик, который может украсть что-то очень интересное. У них есть Инвокер с отличным прокастом и гирокоптер. Но для того, чтобы драться, гирокоптеру нужны артефакты. Не, ну он их вынес, но не все и поздно. Да, но и Cloud9 нам нужны артефакты. Но суть в том, что из-за того, что Silent не может драться без артефактов, они не дрались и давали спокойно нафармить артефакты и ребятам из Cloud9. Поэтому Cloud9 вынесли свои БКБшки. Там абсолютно все начали БКБ себе клепать чуть ли не первым айтемом. То есть 4 БКБ у нас было там сразу в какой-то моменте 20-й, да. Алхимик после ПТ сделал себе БКБ и был прав, на самом деле. Sing Sing сыграл. Он все время отставал от того же Silent и от Resolution очень сильно, но он сделал себе БКБ и чувствовал себя неплохо. И в целом, ну просто Mass Fight у ребят из Cloud9 оказался сильнее. Плюс вот этот Doom, который врубал стабильно то ли инвокера, то ли... Ну опять-таки, скажем так, отыгрывали не идеально. Они давали воровать у себя там Рубику, много чего. Ну вот все равно герои были лучше. И в общем командно играли они лучше. Да, Рубику... Ну Рубику несложно отдавать сплы, которые присутствуют у ребят из Cloud9. То есть легко достаточно отдать Doom, потому что обычно Doom дает пол... Ну то, что он давал там свой третий спелл до... Ну такое, да. То есть я с тобой согласен, да. Ну как бы не смогли Empire вынести какие-то вообще плюсы, а у мага какой-то полный провал они игра. Вот просто каждый врыв это было все хуже и хуже на Клакверке. Да, что-то такое было. Что делать? Да что делать, я не знаю, пытаться... Ну честно говоря... Кажись брали своих героев, кажется все правильно, ну и вот так вот. Я не... Ну что делать? Побеждать нужно Empire. Что делать? Тут сложно очень... Уважаемый Empire, я знаю, что вы нас, конечно, не слышите. Ваня говорит, вам надо побеждать. Очень сложно анализировать, когда ты... Ну, по пикам можно только анализировать. То, ну как, Cloud9 играют... Cloud9 неприятные соперники, они могут взять какой-то бред и сами подарить тебе победу, а могут взять какую-то... Имбу. Ну не имбу, а хорошую связку, которую они хорошо исполняют. Да, а могут взять какой-то бред, но который сработает и выиграть эту игру. То есть Cloud9 могут все, что угодно сделать и против них действительно сложно забанить каких-то ключевых героев, потому что они играют тупо на всем. Но мне очень нравится, на самом деле, вот если я от... Речь от... Отойти от именно этой игры, мне нравится возвращение. Я еще с тобой три месяца назад где-то говорил. Тайтхантера? Нет, я вот жду... Да не Тайтхантера, а я вот жду, когда Дота, опять... Дота же цикличная, вернется к той стадии, когда нас будут решать масс-файты, я ей рассказываю. Потому что это самое красивое. Да, да, да. Это самое веселое в плане комментирования. И мне нравится, что именно на этом Интернешнл Лето будет преобладать. Ты уверен? Я уверен. У нас это шла в сторону Нага, уже ее два месяца так... У нас появляется Морф, который в целом дарит очень красивую... Но все равно не будет он очень часто появляться. Да. У нас появляется Тинкер, который в принципе тоже, несмотря на то, что он зачастую это достаточно скучный герой, который прыгает туда-сюда, он может тоже подарить очень много кайфа и очень много удовольствия. Ну и в основном вот эти Энигмы, Тайтхантеры, Сенткинги, Дарксиры, все это возвращается. Это, конечно, круто. Мне очень нравится. Ну, будет весело на Интернешнл, но будет весело также здесь. Ребят, вторая карта матча Cloud9 Empire. Буквально через 10 минут не уходите. Видите, Cloud9 уже вернулись. Empire вернутся скоро. Продолжение следует...